В Югру прибыли лучшие бильярдисты планеты. Сегодня в Ханты-Массийске стартовал чемпионат мира по бильярдному спорту «Комбинированная пирамида». Югру на соревнованиях представляют 8 спортсменов, пятеро мужчин и три девушки. Две югорчанки сегодня уже встретились со своими соперницами. О первом дне бильярдных баталий расскажет Дмитрий Пришвецин. Анна Костылева участвует во взрослом чемпионате мира впервые. Спортсменке 18 лет, но опыт игр в международных соревнованиях есть. Летом прошлого года югорчанка стала призером первенства мира среди юниорок. Сегодня утром у Анны Костылевой состоялась дебютная игра с опытной спортсменкой. Наша землячка выступала против соперницы из Украины Анны Котляр и проиграла со счетом 0-4. Завтра Анна Костылева продолжит играть во второй сетке турнира, куда попадают спортсменки, проигравшие в первый день соревнований. Не получилось понять все кно, из-за этого не получались свои ки, и в целом поэтому проиграла. У другой югорчанки большой опыт в бильярдном спорте. Наталья Корнева неоднократный призер чемпионатов мира и Европы. Выступает сама и тренирует юниорскую сборную России по бильярду. В этот вид спорта она пришла в 19 лет. До этого занималась дзюдо, и, похоже, желание побеждать осталось еще с татами. Первая игра завершилась в пользу нашей спортсменки 4-1. Кстати, в начале февраля Наталья Корнева заняла третье место на чемпионате России, обыграв свою принципиальную соперницу Диану Миронову из Оренбурга. Да, конечно, безусловно, когда лет 10 ты бьешься и не можешь выиграть одну соперницу, причем это проблема не только у меня, а у всех, потому что Диана, в принципе, в течение года проводит на высоком уровне весь сезон, то есть максимум два турнира она проигрывает, и она всегда в призах. Поэтому для всех Диана, в принципе, принципиальная соперница для всех. Поэтому это дало, конечно, и уверенность, и все. И мои болельщики, в принципе, весь округ очень радовался этой победе. Сегодня первый день чемпионата. Впереди еще пять игровых дней. Особое внимание будет приковано к мужчинам. Для них правила игры гораздо строже, и прав на ошибку нет. Проиграл и сразу выбыл. Дмитрий Пришвицин, Эльдар Муратов, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Субтитры создавал DimaTorzok